Добрый день, дорогие зрители, коллеги журналисты. Мы рады приветствовать вас на площадке информационного агентства Национальной службы новостей. И сегодня у нас стоит эфир на тему «Черный список запрещенных артистов. Кого и как запрещают?». И сегодня у нас в гостях Виталий Бородин, руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, общественный и политический деятель, участник СВО. Добрый день. Добрый день. Огурцов Алексей, заслуженный артист России, заслуженный артист Республики Крым, заслуженный артист Приднестровской Молдавской Республики, кавалер Ордена Дружбы Донецкой Народной Республики, визиран боевых действий, участник СВО и руководитель агитбригады «Звездный десант». Добрый день. Добрый день. И певица Анри, также она автор-исполнитель и общественный деятель, представитель агитбригады «Звездный десант». Добрый день. Всех приветствую. Я вот пользуюсь случаем, да, вот как раз вот ребята с НТВ здесь приехали, ваш микрофон возьмут. Расскажи случай олимпиаду. 2008 год, 2008 год, когда мы с Виталием пришли на прямой эфир, на один из каналов, который сейчас Виталий показал. Так вот нас в прямом эфире заставили, знаете, что снять? С него заставили снять флаг Российской Федерации, значок. А с меня заставили снять символику Олимпиады, где было написано «Россия». Мы встали с ним и ушли. Сколько лет прошло? Сколько лет? Вы почитали, сколько лет? Я в черном списке НТВ. Я выразил свою позицию. Канал в России. Они должны освещать русский флаг. Написи Российской Федерации нас заставили. Мы, да, мы написали жалобу прокуратуру и выиграли это дело. Простите. Я обращаюсь, я в пользу случаем, я вот обращался к руководителю НТВ, директору НТВ, с просьбой такой. От лица наших граждан, не от меня, не от себя. Я обращался от лица нашей общественности, потому что мнение людей вы никак не учтете. Будете вы показывать Киркорову, будете там во всяких программах, он будет участвовать, вы будете на нем зарабатывать, он на вас будет зарабатывать, поднимать, молитвень, как вы говорите. Но мнение людей вы никогда не сможете не учесть. Эти же люди, которые мне с ним пишут комментарии, вот я специально сюда принес эти комментарии. Эти же люди, вот все комментарии, которые пишут, это я вам просто просто часть. Мне пишут по 20 тысяч комментариев, по 25 тысяч комментариев пишут. Ни одного слова не поддержит в пользу Филиппа Киркоров. Ни одного слова. И вы это мнение никак не сможете учесть. И потом эти же люди будут просить писать петицию, чтобы остранить руководителя НТВ. Вот вы потом увидите, с чем вы столкнетесь. Потому что это большая ошибка, потому что вы не учли мнение наших граждан, мнение людей. Несмотря на то, что президент России Владимир Путин, мнение людей услышал и поддержал. И поддержал наших ребят, которые находятся там в зоне специальной военной операции. А руководитель НТВ каким-то образом принял вот такое вот решение, понимаете. Да, может быть он не один принимал решение, да, может быть какая-то команда там поступила, там, сверху, там, или еще откуда-то там. Но, друзья, вы должны прекрасно понимать, что мы сегодня находимся в непростых условиях. Против нас объявлена не просто там какая-то там война, а против нас информационная война. Вот сегодня конфликты идут как бы в разных странах, понимаете. Специальная военная операция. Вы должны это учесть, потому что наши пацаны там находятся, понимаете. И наши пацаны, не за пидоров, не за этим, скажем, воюют сегодня, понимаете. А за нашу землю, за наших детей, за нас с вами, чтобы мирное небо было над головой, понимаете. А когда вот такие события происходят, и вы не учитываете мнение тех, которые там находятся, они же потом сюда вернутся. Они же потом, с вас потом и спросят, понимаете, тех, которые сюда вернутся, которые будут в орденах, в медалях. Они же эти вопросы будут вам задавать, а вам будет нечего ответить, понимаете. Вам будет нечего ответить, потому что вы, мы сделали все для того, чтобы его вырезали со всех эфиров перед новогодним произведением. Везде его убрали. Все, народ, люди плакали, писали комментарии, реально плакали, и даже записывали видео. А сейчас опять перевернутся. А сейчас вы взяли, просто все перевернули, наплевали на мнение людей, и вы хотите сказать, что люди будут потом относиться к вам хорошо. Да вы дискретирует, Киркоров дискретировал звание народного артиста. Киркоров пришел на ЛГБТ, вот эту вечеринку, в звание народного артиста, заслуженного артиста Российской Федерации. Народного артиста. Я общался с ребятами, с олимпийским чемпионом по боксу, Егор Мехонцев, есть такой мой товарищ. Он мне говорит, Виталий Иванович, да если никто пришел бы на эту вечеринку, меня бы лишили всех званий, я бы был бы не рукопожатный, ко мне бы спортсмены отвернулись, меня бы выгнали с комитета. А этот человек себе позволяет, может себе прийти, позволяет себе, да много еще позволяет, послушайте, у меня все записано там. А почему так выборочно отменялись артистов? Потому что там были же еще другие... Почему выборочно? Минуточку, мы о каждом говорим. Минуточку, внимательно, подождите, подождите, подождите. Вот мне лично эти люди неинтересны. Мне интереснее Киркоров, объясню почему. Потому что он практически имеет такое звание, как Герой России, практически приравнится вот так, понимаете? И он его просто дискретировал, понимаете? Он его просто дискретировал, понимаете? Вот и все. И он сегодня показывает, что у него есть административный ресурс. И он может себе позволить так и вещи сказать, как вот Лариса сказала, да пусть хоть вырезают, не вырезают, как мы выступали, так и будем выступать. Это примерно звучит вот так. И вчера то, что произошло, его привезли туда ребята, я знаю, кто его привез. Нормальные, уважаемые ребята, я не буду про них говорить, я с ними отдельно встречу. Сейчас мы ведем переговоры по этому поводу. Привезли его нормальные ребята, уважаемые. Я не знаю, как они с ним стали вообще рядом туда везти его, я вообще не понимаю. Вы представляете, что у военных, у наших ребят, которые его охраняли там, что творилось в душе? Я примерно понимаю, я сам человек военный. Послушайте, мы с вами сегодня видим, как Киркоров его там вот так вот могут позволить. То есть сначала его вырезают, а потом он приезжает в зону специальной операции и его показывают по всем каналам. И руководитель НТВ принимает решение взять вот на какую-то программу Маск. Вы же помните, когда у вас Ани Лорак была у вас в программе? Это же был резонанс на весь мир. Люди писали, люди были недоумения. Почему так? Вы придаете, вы тем самым придаете нашу страну, наше общество. А сегодня вы берете, принимаете решение, берете Киркорову в эту программу Маска. Зачем? Вопрос, я не понимаю. Для кого вы все делаете? Вы хотите, вы хотите, вы хотите, вы хотите что? Вы хотите реакции от нашей общественности, не понимаю, или что? Что вы хотите увидеть, я не понимаю, я хочу понять. Что вы хотите понять? Вы хотите понять, что вы вызываете недоверие наших граждан, круговых нашей страны, что так, что получается, я не понимаю. Не, не, ну сейчас, понимаете, реакция с вами? Я, я, я по этому поводу. Поэтому правильный вопрос задали. Я иду, я иду в Останкино, я приехал на одну из программ, программа Ивана Урганта. Там еще не разобрали, как он стоял, так и стоит, понимаете? А я спрашиваю там у ребят, я говорю, что у вас Урганта стоит, я не понимаю. Ну, вот так вот, руководитель принял такое решение, его оставить, понимаете? Что это такое, я не понимаю. Давайте я вам расскажу про Лолиту, я ее знаю очень, очень долго, и мы общаемся. Кстати, вот вы, как на НТВ, задали мне вопрос, да, по поводу того, что там кто-то приезжает туда, да? Значит, разговор такой, я говорю как есть, я человек открытый, вы можете прочитать в интернете про меня, я всегда говорю как есть. Я раз 15-20 многим артистам, включая всех, кого мы обсуждали, приглашал в зону ИСВО, приглашал в сирийскую арабскую сфальку. Вопрос был один, сколько бабок дадут? Для меня их больше нет на самом деле. Знаете, как один из тех людей говорит, ну, слушайте, ну да, я народный, я заслуженный артист, а что я должен бесплатно ездить? Они же деньги-то получают, пускай мне тоже. Я говорю, их уже в моем списке нет. Ты поедь, посмотри, он рискует жизнью, под пулями, а ты на жопу вешаешь, блин, бриллиант за 20 миллионов. Это правильно? А по поводу народных артистов, народный заслуженный артист, это тот человек, который объединяет армию и народ, они должны быть едины. И в трудную минуту ты должен с гордостью, с честью, как мы, носим знак пятнашки, знак спарты, я ношу с гордостью. Они должны это звание носить с гордостью. Они должны быть на передовой, на передовой. Если у него автомат в руках, он приезжает с автоматом, Виталий Бородин, скромный человек, то она приезжает, и она приезжает с автоматом, который называется гитара. Вы должны быть на первых рубежах. Вы должны комплектовать знания и подсознание культуру у людей. А вы что делаете? Вам жалко, вам жалко недвижимость. Вам жалко недвижимость оставить. Вы променяли родину, вы променяли государство на что, на недвижимость. Решать, решать, лишать и лишать. Послушайте, Пугачева у нас называют холопами. И в отношении ее имеют какие-то санкции. Муж у нее иностранный агент, у которого, кстати, в рамках этого закона нужно стоять вопрос изымать у него вот этот дом, который он продает за 3 миллиарда рублей. И этот дом, и эти деньги отдать ребятам из ВОшкин, которые там получают там по 200-300 тысяч, у которых есть проблемы, которые поехали туда воевать, ради того, чтобы купить себе недвижимость там, потому что вот там по 5 детей, по 6 детей. Вот надо кому-то... Расплатиться долгами. Долгами, да. И чтобы купить им квартиры хотя бы какую-то недвижимость. А этот не хотел, что делать? Что он делает? Посмотри, пожалуйста. Он уезжает в другую страну, с самыми днями нас там понеслось, как можно, понимаете? Вот это законопроект. Мы с вами будем ставить вопрос, чтобы у него вот этот дом забрать в пользу наших пацанов, которые там воюют. Я имею на это право говорить, потому что я бываю там, я вижу, знаю там все события 2014 года. И мой брат родной там сидит уже год уже в окопах сидит, который отставит нашу страну. Который мне оттуда звонит и говорит, брат, мы здесь за что воюем, не пойму. За... Долгами, видите, ввиду, которую... За... За... Мой брат родной там сидит, который мне звонит и говорит, мы за кого воюем. За голубую лагуну эту, не пойму. Вот за этих мразей, которые у нас вышли на наших костях там сегодня, танцуют, не пойму. Люди нам пишут целыми днями. Родители пишут. Мне мама одна пишет, одного из вошников, и говорит, Виталий Николаевич, я не знаю, как мне дальше жить или что случилось. У моего сына оторвало ногу. Я инвалид, он работал. А сейчас он дома сидит, плачет, воет, и я вместе с ним не знаю, что делать, понимаете. А эти мрази приехали дарить сигареты там, понимаете, какие-то, которые контрафакт. Которые вчера арестовали там в заводе, а он приехал дарить эти сигареты, понимаете. Куда он, кому он поехал, не пойму. Почему он не был там в 2014 году, в 2015 году его не было. Где он был, он начал это делать тогда, когда мы, наше общество, граждане нашей страны, поставили перифактово, а делается для того, для того, чтобы сохранить свой бизнес. Потому что у него это бизнес, он на этом зарабатывает деньги, миллиарды, он миллиардер. Этот миллиардер приехал с тремя пачками сигаретами. Я думал, Киркоров, когда туда поехал, мне дали инсайд, за день сказали, что он туда поедет. Я думал, что поедут туда фуры. Я думал, что поедут туда фуры, будет реально какая-то помощь. Он приехал и поздорился. Да с ним не было никого, нормальных ребят. Все нормальные ребята-вояки, все прекрасно понимают, что с этим человеком нельзя находиться. Там были одни женщины, собрали одних женщин. И я ему советую, если хочет он поменять, потому что он конкретно ЛГБТшник. Он пропагандирует ЛГБТ в нашей стране, западную культуру нам здесь сеет. Пусть поменяет пол, запишите все, пусть сменит пол, тогда к нему будет какое-то уважение. Что это такое, не пойму, целуются с Басковым. Мне скидывают фотографии, где он там с Басковым, с одним артистом, выходит в женском облище, перед людьми выступает на сцене. Даю свою резиную жопу трогать детям, которые приходят туда. Понимаешь, что это такое, не пойму. Александр Николаевич, не заводись, не заводись. У нас Басков не в списке. Смотрите сюда, вот здесь, вот все его. Молчун, когда он там был, Басков, если мы говорим, отец военный. Что он туда не ездил-то ни разу с 14-го года? А сейчас они все полезут туда. Они сейчас все туда полезут. Лазарин полезут, все полезут. Они понимают, что это надо сделать. Пускай они на меня не обижаются. Но я говорю правду. Где вы были в 14-м году? Где вы в 15-м году были? Ну вот, предположим, берем Стаса Михайлова. Вот почему бы его там, почему его там нет с 14-го года? Ну почему... То есть он ждун? Ну, знаете, сказать, что он ждун, может быть, знаете, лучше позже, чем никогда. Но если так получается, сейчас же я же вам сказал. Сейчас вот контент такой, что, да, после слов Владимира Владимировича, что обязаны они быть с народом, обязаны они там принимать участие. Если вы хотите, чтобы вам давали роли, вам давали роли. Вам давали спектакли, вам давали площадки всевозможные. Значит, вы должны постоянно участвовать там. Конечно, они испугали. Да подождите, ребят, ровно через 2-3 недели мы посмотрим, как все будут вылазить. И вот список, поверьте мне, за 2 недели, за 3 недели, он пополнится. Я просто причемную говорю про Стаса Михайла. Я его знаю, хороший артист, заслуженный артист. Но почему бы тебе не приехать к ребятам? А их не обвинят, как Киркорова, то, что вы там сидели, а тут решили опять обелиться? Не будет такого? Может быть, они сейчас испугаются после Киркорова туда ехать? Послушайте, ну, конечно, это будет смешно выглядеть, понимаете. Вот правильно Алексей сказал. С 14-го года вот артисты там. Да, может быть, они сейчас и побоятся ехать. А эти, когда вот сейчас вышел там законопроект, почему все происходит, я объясню. Вышел законопроект. Вышел законопроект, который сейчас в плане там искрит, а скатискация, да. Там и по гражданству там второму сейчас понимаете, там много-много вопросов. И они понимают прекрасно, что они, если сейчас начнут переворачиваться в воздухе, то к ним будут какие-то вопросы, а эти вопросы будут от нас, от общественности. Вот сейчас Алексей сказал, Стас Михайл, почему бы мне его сейчас тут конкретно... Стас Михайлович, я вас призываю поехать в зону специальной военной операции, не пофотографироваться, давайте с вами организуем гуманитарную помощь хорошую. Две-три фуры вы собираете, вы же миллиардер, вы же можете себе позволить. Едем туда, обеспечиваем вам охрану, вам обеспечить охрану, и поедем в зону, где идут реально бои, вот так назовем. Поедите-ка ребятам, дадите концерт, в окопы, как вот эти вот ребята приезжают там. Пообщайтесь с ребятами, прочувствуйте с бойцами. Я вас призываю, в пользу случае, Стас Михайлович, вот я сейчас призываю, вы думаете, что он поедет туда? Вы думаете, что он поедет? Возможно, я думаю, что он поедет туда. Я объясню, почему. Потому что как Кикорл сохраняет свой бизнес? У них это бизнес, понимаете? Если люди вот эти вот, у них все от души идет, они под гитару приезжают, там песенки поют. А у них это бизнес, понимаете? Посмотрите, они на всех рекламных счетах, во всех фильмах, в клипах, в новогодних праздниках. Дочка Пугачева, Кристина Арбакайте. Какое она отношение имеет в стране? То, что не страдилась? Она давно живет уже в Америке, понимаете? Она приехала, в новогодний праздник корпоративный, срубила денег, так по-русски говоря, заработала там 50 миллионов, положила в свои карманы, и поехала тратить их туда. Муж, гражданин США, я не знаю, есть там второе гражданство или нету, но сам факт того, их нету. Она никак не принимает в жизни участия в нашей стране. Они всенародные, заслуженные. Главное слово, не принимает участия в жизни страны в тяжелое время. Вот он, критерии самые, должны понять, что здесь они должны быть с народом.